10 лет на лыжах, из них 7 отданы именно фристайлу. Вице-чемпионка мира Лана Прусакова ненадолго приехала в Чебоксары повидаться с родителями и отдохнуть. Впереди новые старты. Каждая награда только прибавляет уверенности. Лана прочно обосновалась в мировом рейтинге горнолыжников. Без упорного труда не было бы таких впечатляющих результатов. Но физические нагрузки – это еще не все. Важно научиться контролировать свое эмоциональное состояние, справляться с волнением. Спортсменка до сих пор прокручивает в голове свои выступления. Когда я только-только получила эту медаль, я не могла поверить в то, что это происходит со мной. Потому что действительно соревнования очень высокого ранга. На чемпионате мира в третьей попытке я совершила трюк, который называется даблкорк 1260. То есть 1260 градусов я выкрутила. Это ровно 3,5 оборота. Для того, чтобы прыгнуть этот трюк, я очень долго тренировала его в подушку. И очень недолго прыгала его на снег, на настоящем трамплине. Что, конечно же, было очень непросто. Этот трюк, он действительно очень для меня важный. И я очень горжусь тем, что смогла прыгнуть его на этом чемпионате. Ее спортивная история началась, когда Лане было всего 10 лет. На Новый год родители подарили ей горные лыжи. По словам спортсменки, на тот момент она очень расстроилась. В письме Деду Морозу она попросила большого плюшевого медведя. Сейчас она называет этот подарок судьбоносным. Ведь буквально на следующий день, на семейном отдыхе в горнолыжном центре, ее заметил будущий первый тренер Валерий Васильевич. Мы, конечно, за нее очень болели. Все наше отделение, все наши спортсмены, не только наши спортсмены. И как бы и вся школа, наверное, вся республика за нее болели. Это первая история развития именно лыжных видов спорта, что такая медаль пришла к нам, завоеванная нашей спортсменкой, за все развитие лыжных видов спорта. Самые волнительные минуты, когда начинает наша спортсменка выступать, мы же знаем ее, это на наших глазах она тут выросла, и она родная нам, и кого-то слезы наворачиваются. Для сборной России путь в Америку был непростой, так как в связи с пандемией пришлось долго ждать получения американской визы. Ближайшая свободная дата посещения консульства была только через год. К счастью, визу все-таки удалось получить, но поздновато пришлось пропустить соревнования по слоп-стайлу. Возможно, это снова судьба, шутит Лана. В 2022 году Пекин примет зимние Олимпийские игры. По баллам я пока что прохожу. Я где-то в середине рейтинга. Планирую, конечно же, во-первых, принять участие в Олимпийских играх, а во-вторых, хотелось бы рассчитывать на медаль. Но после чемпионата мира, знаете, появилась какая-то уверенность в плане своих трюков, в плане своего состояния вообще и намерения. Так что хотелось бы достойно выступить на Олимпиаде. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошейн, Республика.